Девушки отдыхают Любящим, то сажаем за стол Случайно встреченных И не видно конца В ближайшем будущем Много глупых ошибок Людям намечено Небо, небо, дай просреть нам Время, деньги, деньги Вода, вода утекает В никуда Дай же небо Маленький знак Кто друг, а кто нам враг Стоять! В машину его Шевеливайся Давай вперед, вперед Ну, ну как ты? Нормально Нормально? А я вот испугалась Я думала, нам хана Хорошо, что вы вовремя Я бы сама его Операция закончилась Отдавай холодное оружие Молодцы, девчонки Спасибо за помощь Дядя полковник, а Женщин в милицию берут Тебя точно возьмут Молодец Ну, все Все, молодец Больше ты его никогда не увидишь Правда, Вань? Правда, Зой Ну, если только на суде Но тебе идти туда не обязательно А Рыков не отвертится Ему лет 15 точно впаяют А мне теперь куда? В детдом обратно? Есть другие варианты Ну, наконец-то Слава Богу Папа, ну что, нашли? Нет, уже не нашли А ты на озере смотрел? А что на озере? Может, это прозвучит глупо Но бабушка мне рассказывала Про золотую рыбку Ну, что она с детства Хотела ее поймать Что она исполняет желания Она вам что, не рассказывала? Че стоим-то? Пошли на озеро Переодеться есть во что? Ну, конечно Мама! Галина Висеевна! Бабушка! Галина Висеевна! Бабуль! Галина Висеевна! Бабуль! Баб! Баб! Черт! Бабуль! Черт, черт! Миша! Миша, я здесь! Я шляпу уронила Мне весь в воду холодная Нотки сведет Галина Висеевна! Стойте там, никуда не уходите Я сейчас! Я здесь сижу! Да! Слава Богу! Ольга! Галина Висеевна! Ну, что же вы? Мы вас везде ищем Волнуемся, переживаем А вы здесь замерзли? Аня! Павел Васильевич! Оля, идите сюда! Мы здесь, на озере! Что же вы не сказали, что вы На озеро пошли? А что это у вас в руке? Рыбка Хорошая рыбка? Да нет, не золотая Золотую можно только ночью поймать А эту я здесь, на берегу, нашла Мам! Мы здесь! Мам, ну так же нельзя пугать! Ну, что ты делаешь? Боже мой! Ты не мокрая, нет? Ой, вы где? Заберзла? Пап! Фух! Ой, Господи! Мам, ты обещала Никуда одна из дома не выходить Обещала? А, пошла золотую рыбку ловить Что? А рыбку? Ладно, я пойду домой, воду согрею Хорошо Боль, какую рыбку? Вот Бабушка Все хорошо? Мама Дед Зачем тебе эта рыбка? Мне же 10 лет было, мама болела Нужно было рыбку поймать, чтобы она поправилась Я в это очень верила Хорошо, она тебя сейчас Зачем? Отец Валентине сказал, что Миша от тебя ушел Мне нужно было рыбку поймать Чтобы у тебя все было хорошо Чтоб Миша вернулась Мамочка, у меня все хорошо Что ж, рыбка-то золотая? Ну, конечно, золотая Все исполнилось Ну, конечно, пойдем Ой, как хорошо, что вы нашлись Белый Васильевич, так волновался, так волновался Курите Вот, сладенькая, к чаю обязательно Спасибо тебе большое, Миша Если бы не ты, не знаю, чем бы закончилось Все уже позади Все же хорошо Родители Что вы стоите на холоде, а? Давайте, как малые дети Светик, 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 Светик У тебя гренки горят А, да, сейчас Ты не переживай Сейчас зайдем на второй круг Я батончик порежу Да что ж такое, а что? Тебя дура ты, криворукая Лохушка ты, деревенка Тише, тише, тише Да куда ты поперлась, идиотка безмозглая Да как же тебя угораздило в это все вляпаться Успокойся, Свет, ну, все наладится Деньги мы найдем и долг вернем Хорошо, успокойся Правда? Да Как? Как, Витя? Ну, давай квартиру эту продадим А жить будем у твоей мамы, давай Витя, родной Да что, просплатиться Надо десять таких квартир продать Десять, понимаешь? Значит, я банк ограблю Вот эта мысль Ты только знай, Свет Я для тебя на все способен Слышишь? Угу Замечательно Я не зря перенес командировку И пошел вам навстречу Только подписали договор И уже такие результаты На этот раз вы не подвели меня Мы старались Я вижу Вы прекрасный финансовый директор И очень соблазнительная женщина Нашему банку Как раз необходим такой сотрудник Хотите, я Подощу вам должность Единственная должность, которую мне могла бы устроить Ваша Обожаю дерзких женщин Это бодрит Для поднятия тонуса Также очень хорошо подходят витаминные комплексы Простите, мне пора бежать Вы что, так и собираетесь всю жизнь работать у Назаровой? Нет У меня совершенно другие планы У Эллы Рустамны я работаю, чтобы набраться опыта И обзавестись выгодными связями Так у меня не меньше выгодных связей, чем у Назаровой А больше? Много больше Вам стоит только захотеть Видимо, у меня проблемы с дикцией Я объясню предельно ясно Любовницей банкира я не буду Мне интересно Посмотри на эти ведра Они все покоцаны За них все равно больше тридцатки Никто не даст Что происходит? Я эти машины беру на реализацию За мной потом пол Москвы бегать будет Это машины не мои Не мои Это проблемы не мои Не мои Взять с тебя нечего Это факт А вот с подружки твоей шкуру содрать можно Ты бы как сходила, поплакалась Она бы тебе помогла Элла денег не дала Дружила, дружила и удружила А вообще кто такой? Григорий Да что, это же Геркальц Что происходит? Света, я тебя предупреждал Серьезные деньги серьезные люди Офигеть А что же вы такие серьезные? До сих пор Зумовского найти не можете Только не можете, что золотыми цепями брякать и бампугать Роты Григорий Дайте еще две недели Я что-нибудь придумаю И я куплю дополнительное время Ставлю на кон свою квартиру Слушай себя Я два раза не повторяю Ты вот с этим лошком в игры играла Со мной не советую бабки Гани У меня нет денег Тогда пиши завещание Нет, ну как я могла не заметить У меня под носом такое творилось Бедная Ира Почему она мне ничего не сказала? Мне тоже Ну вам-то понятно Вы-то ей кто? Я хочу ее удочерить Вы, конечно, сильная женщина Зоя Викторовна Но только Наша система и не таких ломала У нас в России Усыновление ребенка Это настоящее хождение по мукам Вы готовы унижаться? Просить В очереди стоять ради одной справки Вас по всем инстанциям прогонят И не факт, что результат будет У вас есть знакомые в опеке? Помогите А меня уволили Дело завели По судам затаскают Так что Вам теперь лучше держаться от меня подальше Да ладно, забей Мне-то всего три года осталось Перекантуюсь как-нибудь Нет Когда вас сводим вместе Друзья У меня сегодня праздник Я понимаю, что для вас это штатная ситуация Строительство очередного объекта Но для меня это не просто объект Это не просто торговый центр Это моя заветная мечта Господа, я счастлива! Голубь! Есть кто дома? Кирилл? Голубь! 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 КОНЕЦ Мамочка, этот лак для тебя слишком яркий. Здрасте. Да ладно яркий. У Гурченко такой же ей 62. Как 62? Валя, ты что-то путаешь? Она же всего на 2 года меня старше. Роминой шляпки, ты ее видела? Это же новый фильм, посмотри. Мама, этому фильму 25 лет. Как 25? Все, не важно, пойду обед готовить. Ой, зачем обед? Я борщ сварила, котлет накручила. Оля, отдыхай. Если Гурченко, Гурченко, если 62, то мне что? Мне что же, получается 60? А? Да нет. Вот, нет, нет. Валентина! Я минутку. Чего? Чего? А что происходит? А, Павел Васильевич теперь здесь будет спать. Почему? А чего его осуждать? Трудно мужику. Это наше бабье дело, ухаживать, кормить, поить. А ваш папа Орел, Ольга Павловна, а не сиделка. Привет, пап. Вот тебе раз. Господи, как будто и арестовались. Ну ничего, это даже хорошо. Слушай, Валентина борщ сделала. Я сметану у бабки купил, закачаюсь. Лошка старина. Ну, здравствуй. Папочка, я тебя очень люблю. Ну, вы же с мамой так много лет вместе. Оль, ты как-то издалека подъезжаешь. В чем дело? У тебя что, кто-то есть? Оля, имею в виду, как бы ни повернулась, я нашу маму никогда не оставлюсь. Ну ладно. Пойдем. Держи меня за руку. Так, это нам не надо. Акция, вот, акция, хорошо. Акция на печенье? Почем? 15 рублей. 15 рублей. Две упаковочки нам вот. Вот, давайте. Печенье, это хорошо. Витюш, держи, сынок. Держи. Помогай папке. Пакет давать вам? Они у вас бесплатные? 50 копеек. Здрасте. 50 копеек за этот пакет, который порвется через две минуты? Не, не. Никогда на это не покупайся. Копейка, рубль бережется. Все по два берут. Ну, что такого? А мы вас спонсировать не будем. Вот научитесь делать нормальные пакеты, тогда придем и купим. Восемь. А ты печенье по карманам распихай. Послушайте, не хамите. Иначе мы к вам больше приходить не будем, и ничего покупать не станем. Ой, напугал. Дайте один пакет. 50 копеек. Я помню, помню. Вот они. Кого? Ковалеву. Этого еще не хватало. Весь район из-за нее на ушах стоит. Нет. Возьмите другого ребенка. Вот. Вот у меня анкета очень хороших детей. Вы кого хотите? Мальчика? Девочку? Мы не на рынке. Я вам еще раз говорю. Ковалева сложная. Зачем вам и нам лишние проблемы? Я вас очень прошу. Пожалуйста. Дайте мне необходимый список документов на усыновление. Слушайте, вы не понимаете. Ковалева сама этого завхоза Рыкова спровоцировала. Вот почему с ней это произошло, а с другими девочками все в порядке, а? А вы уверены, что все в порядке? Или они просто молчат? Как Ира молчала. Они боятся таких, как вы. Вот всю вашу систему. Кто Ирну аборт отправил? А если бы рассказала об изнасиловании, куда бы вы ее упекли? В психушку. Так, ладно. Вот ваш список. Только я вам сразу говорю. У вас шансов мало. Учитывая ваш возраст. Что? Что не так с моим возрастом? Ой, да ладно. Знаю я таких. Своих детей не родила. Жила всю жизнь в свое удовольствие. Теперь одной помирать страшно, да? Страшно. Ты сказала, две коробки печенья много. Вот одну слопали уже. Вить. А? Поставь в другу, пойдем со мной. Послушай, ну, ребятишки сейчас вернутся, надо покормить. Успеем. Так. Вот. Давай. Садись. Бери ручку, пиши. Чего писать-то? Так, Степка. Степан. Он у нас рукастый? Рукастый? Это не пиши. Пусть бамунку поступает на инженера. А бамунку? Пусть бамунку поступает на инженера. Пусть бамунку поступает на инженера. Вот эту фотографию на памятник возьми. Ты, ты, ты. Ну, ты. Просто посмотри. Дура! Идиотка! Пошла к черту! Света! Света! Витюшечка! Витюшечка! Еще негде прятаться. Офигеть! Витя! Все сходится! Кафе, берег! Конечно! Это же рядом со свалкой! Поехали! Витя! Витя! Поехали! Ходите, а? Все, как сам сходить. Приготовиться. Все, давай. Так, э-э-э! Ключи от машины! Классная. Классная. Эл! Мне справка нужна. Пиши, что хочешь. Уборщица, повариха, дворничиха. Эл, а? Я про одного человека себя спросить хотела. Он хлеб из монастыря возит. Голубя? Да. Он помог мне однажды. У меня машина забуксовала, вытащил. Отшельником живет недалеко от монастыря в деревне. Мужик неразговорчивый. Но правильный. А есть у него семья? Жена или не знаю кто-то? Говорят, была жена, ребенок. Сейчас нет. Что случилось, я не знаю. Врать не буду. Значит, нет семьи. Нет. Я такая дура. Это правда. Так стыдно. Тебе стыдно? Бывает. Все, идет в шкаф, пока. Елка, мне справка нужна. Вот и справка. Пойдем. Валя, оформлю заю справку. Детали она сама расскажет. Стас, ты мне сегодня не нужен. Элла Рустамовна, вы куда? Я сказала, еду одна. Да что такое? Я не могу вас защищать дистанционно. Ну, вы хоть на нее повлияете? А что ты без нынешься, глазками сверкаешь? Влюбился? У вас, у женщины, одна любовь на уме. Я просто не понимаю, почему она себя так ведет. Потому что женщина. Хоть и забыла об этом. Надо у бомжей спросить, а вдруг знают. А, сейчас спрошу. Я с тобой. Нет, нет, здесь стой. Эй, мужик! Слышь, я тебе говорю, мужик! Баба, я не мужик. А, пардон, мадам, я человека ищу. Разумовская фамилия. Он такой высокий. Господи. Шатен, серые глаза. Если ты есть, прошу тебя, помоги мне найти эту сухую. Разумовская фамилия, он завидовал этой свалкой. Да слышал я, слышал. Нет здесь никого. Мы здесь одни промышляем. А, ну, ты подумай, может, все-таки есть. Я отблагодарю. Пошли, бывать седа. Уходим. Господи, я тебя уволяю. Пусть он мне скажет, что они знают, где Розумовский. Они не знают ничего. Никола! 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 Мяснуха идет! Господи! Ну, как же так, а? Ну, ты помирать, что ли? Господи, помоги. Света, давай я больше берем. Света! Я Степке отремонтирую и подарю. Блин, Витя, ты нашел время в дерьме ковыряться. Весь уже гараж хламом забил. Плюшкин. Ты вот еще до машины мясокомбината сбегай. Тухлые колбаски поешь. Эй, красивая. А много за своего Розумовского дадите? Не понял. В смысле? Ну, он здесь, это, в бытовке прячется. Я за тридцатку отведу. Правда? Да, ага. Так, дай тридцатку. Я сейчас секундочку приду. Они его покрывают, потому что он ему денег дал. Много денег дал. Мне с этих денег вообще ничего не переключили. Господи. Оперативно. Благодарю тебя. Больше ругаться не буду. Слово должно не скажу. Уговорил, уговорил. Спасибо. Свет, ну идем, нет? Да, да, конечно. Знаете, на данный идет? Я бегу, а сейчас аккуратно. Под ноги смотри. Куда-туда, да. Да вон он, гад. Все, спасибо. Задержи. Ну, здравствуй. Про Зубовский, это я. Ой, ну зачем, ну зачем приехал? Андрей, давай по-хорошему. Ты вернешь деньги, и мы все забудем, как страшный сон. Свет, зря приехал. Назад дороги нет. Как ты мог? Ты же замуж меня звал. Или в любви признан. Я звал. И что? Ты меня бросил. Теперь я тебя кину. Меня же за тебя убьют, Андрей. Ты фартовая, ты выкрутишься. А я нет. Ты что, это сразу спланировал? Чего не планировал? Ты в больницу попала. У меня заказ сорвался. 250 кусков руки жгли. Не выдержи. Мы же могли вместе работать, бизнес развивать, жизнь по совести. Я устал. Я не хочу. Слушай, ничего. Всех денег, Свет, не заработаешь. Часть придется украсть. Все. Паспорт получил. Завтра улетаем. Я теперь тебе вообще незнакомый человек, Света. С новым именем и фамилией. А с Нэтой Баба все у тебя будет. Хорошо. Знаешь, что хорошо? Что я от тебя ушла? И к мужу вернулась. Косил ты. Витя. Витенька, давай быстрее. Сейчас я багажник открою. Давай, садись. Витя. Твою мать. Ну говорил же, пакеты хилые. Деньги. Витя, Витя, ну какись. Успокойся, без паники. Быстро в машину. В машину я сказал. Деньги не пахнут. Витя. Да они воняются. Витя! Значит так, кто первым подойдет, башку снесу. Таять! Я не шучу! Витя! 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 Я люблю тебя, Виктор Лютый. Я люблю тебя. Голодная? Очень. Да, была у меня семья. Работа была. И дочка. Мы с ней любили на рыбалку ходить. Пять лет назад она погибла. Утонула. Мы с женой друг друга винили. Не смогли дальше вместе жить. Разбежались. И теперь я живу здесь. Один живу. Прости. Если еще раз будет такая записка… Не будет. Вань, а ты умеешь? Или, может, из ЖЭКа мастера позовем? Не боюсь. Я на электричестве собаку съел. Что ты там все натираешь? Как будто тебе не из опеки придут, а из санэпидемстанции. Ничего, мужики, не понимаете. Слушай, а может, твоей Ирке подарок сделаем, вроде как на новоселье? Купим. Вот получу разрешение на удочерение, обязательно купим. Волнуешься? Нет, боюсь. Чего? Не уживемся. Характеры похожи. Ой, ну ладно. Характеры. Если что, сниму ремень и по мягкому месту. Смотри. Фокус-фокус. Ой. Ой. Господи. Я чуть из штанов не выскочил. Собаку съел. Хвостом подавился. Нет, слушай, я все равно с честью выполнил свой долг. Что? Да. Зоя, ну ты же не монашка, ну. Ну, хватит на ночь огороды городить. Ну, я просто так надоелась все. Зоя. Вань. Ну, Зоя. Да ты что делаешь? Ну, Зоя. Да прекрати, ты покажи. Ну, Зоя. С ума что ли ты сошел? Зоя. Ну, Зоя. Ну, куда ты со своим этим тазиком-то? Зоя. Уходи. Ну, Зоя, ну. Зоя. Ну, выходи, Зоя. Ну, что случилось-то? Ну, выходи, а? Что тебе, Катька, обо мне что-нибудь наговорила? Ничего особенного сказал, что ты бабник. Я бабник? Ну, да. Ну, есть такой гривен. Трижды герой врачатного союза. Раньше со всех женился. А потом думаю, зачем? И так хорошо. Папа у меня было в свое время. Ты слышишь? Ну, они тебе все в подметки не годились. Ты знаешь, я как тебя вывижу, твои глаза, это же мне прям в сердце так… Зоя, ты что так прям… Чем-то такое резкое скажешь, а? Мне твой голос, как этот бальзам по сердцу. И имя у тебя такое… Необычное… Короткое, как удар. Плеткой, Зоя. Не верю я тебе, Вань. И никому не верю. Да я сам обалдел, что влюбился. За рук сидел. Больше в эти игрушки не играть. Да я за всю жизнь, а я раз влюбился. Любовь у меня сумасшедшая была. Ее Маше звали. Говорила, дышать без меня не может. Потом взяла… За моего друга замуж вышла и на ПМЖ в Штаты ушли. Спасибо. Ну, в чем дело, поезжай, граница открыта? Ну, то, что тридцать лет прошло… О чем говорить надо? Уходи, Вань. Ничего у нас не получится. Ну, я же тебя люблю. Ну, люстру еще не доделал. Доделал. Уходи, Вань. Уходи. Элла Рустамовна, одевайтесь. Охренеть. Мы едем домой. Ты что здесь делаешь? Я за вами следил. Это твой муж? Вообще-то это мой охранник, который сейчас пойдет вон. Одевайтесь, пожалуйста. Я вас отвезу. А по-моему, домой пора к тебе. Давай. Элла Рустамовна. Что вы делаете? Пошел вон. Ты уволен! Уволен! Уволен? Уволен! Ты плохая идея. Очень плохая идея. Нет, матюш, сегодня не могу. Ты знаешь, договорилась с соседками генеральную уборку сделать. Завтра хозяйка за хворотой придет. Надо чистоту порядок навести. А переезжай ко мне жить. Матюш, ты серьезно? Вполне. Я согласна. А Баба-Яга против! Делаем глубокий вдох. Выдох. И еще разочек вдох. Еще разочек вдох. И выдох. Open step. Открытый степ. Добавляем небольшую ротацию корпуса. Добавляем плечом. Вытягиваем руку. И за рукой тянемся. А теперь потянитесь вверх. Диагональ. Отлично. И теперь по кругу. По кругу. Загребаем быстрее. Вдох. 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 Отверстируйте вместе. Силость вводить лопатки. Раскрывайте грудную клетку. Еще восемь. Ты кого он в наш дом тащишь, а? А ты, Донин, ты молодец. Ничего не скажешь. Охмурила, значит, старика. И веревки из него вьешь. Лимитщица. Знаете, что? Что? Не надо меня трогать. Разбирайтесь тут. Сами. Папа. Дочка, подслушивать нехорошо. А бабу тайком в свою койку тащить хорошо? Сердце у него прихватило. А раньше он с рынка ушел. Ты откуда знаешь? Чего ты мне раньше о ней не сказал? Я хотел рассказать, но не знал, насколько у нас это вот серьезно. А теперь ты знаешь? Я люблю Антонинова. И хочу на ней жениться. О, Господи Боже мой. Ой, папа, папа. Ты совсем с ума сошел, да? Что ты? Ты что, правда думаешь, что ты ей нужен? Она глаз положила на твою жилплощадь. Она спит и видит, как заполучить московскую прописку. И ты глазом не успеешь моргнуть, как она вышвырнет тебя на улицу. Антонина любит меня. Да как я к черту любовь? Так. Значит так. Никакой Антонины и никакой свадьбы. Только через мой труп. Все. Ваня, я уже шестой десяток разменяла. Давление скачет. Сердце выпрыгивает. Ушла я из большого секса, Ванечка. Ваня, ты знаешь, я даже когда молодая была, я не о любви мечтала, правда? Я всегда мечтала встретить настоящего мужчину, чтобы жить с ним, как за каменной стеной. Не вышло. Всю жизнь привыкла все на себе тянуть. Понимаешь, по-другому уже не могу. Ваня-то, поздно мы встретились. Зелик, я просто хочу прожить свой день. Прийти вечером домой. И все-все-все, что было за день, до минуточки тебе рассказать. Присядь. Не трогай еще сама. Пойми, я не могу идти против дочери. Она уже не маленькая, с мужиком живет не с тобой. Что она командует, как собака на семье? Я один ее воспитал. Она вся моя жизнь, я очень люблю ее. Меня, значит, не любишь. И тебя люблю. Ну, нам придется расстаться. Прости. Ты самое лучшее, что со мной случилось за последние 25 лет. Знаешь, что я всегда говорила сыну? Счастливые родители, счастливые дети. А ты воспитал эгоистку. Вот теперь и хлебай полной ложкой. Прибежайте, Алексей Максимович. Больше никаких форс-мажоров. Да. До встречи. Будет через полчаса. У меня все готово. Куда складывать? А, так, сейчас соображу. Офигеть, сколько бабла! А? Витюк, зацени, а, баклан! Тише, тише, тише. Это не наши деньги. Чужие. Они здесь временно. Отстой. Прекратите мультики про дегенератов смотреть. Уже сам, как они, разговариваешь. Бивис Батлет – притые чуваки. Я Бивис. А я Батлет. Его чего научишь? Ты с ума сошел, что ли? Телевизор отниму. Стой, подай рюкзак. Давай, давай, снимай. На школьный рюкзак. Лучший вариант для транспортировки больших денежных средств. А мама у нас гений. Кстати, пацаны, мы едем на море в Турцию. Мама решила. А что это так по междурным говорил? Ну, разоримся немного. А? Зато вместе побудем. Мы сто лет на море не были. Солнце, фрукты, воздух. Устроимся для настоящего. Наконец-то, а? Да, малыш? Кто там? Сейчас я открою. Ты это аптейки убираете? Дай. Гражданка Лютая? А я? Можно войти? Входите. А в чем дело? Собирайтесь. Вам придется проехать с нами. А с вещами на выход? А в чем меня обвиняют? В убийстве старых жигулей? Вы подозреваетесь в убийстве Андрея Разумовского. То есть как? Разумовский убит? В присутствии понятых мы произведем обыск в вашей квартире. Вот ордер. Извините, не знаю вашего звания. Майор. Товарищ майор. Можно дети погуляют? Ну, чего им на это смотреть? А малой вообще сейчас расплачется. Он чужих боится. Мы потом не успокоимся. Ты расплатишь-то, то ли? Тихо-тихо, Витюш. Ну, товарищ майор, ну. Ладно, идите. Давайте, идите к тете Оле. Я потом вас заберу, когда все закончится. Мам, мы тебя вытащим. Приступайте. Что стоит? Так, давайте, ешьте. Чай налей. Ну, это ум непостижимо. Ну, это невозможно. Света убийца. Да, Вить, они во всем разберутся спокойно. Свету выпустят. Да, конечно. Я не знаю. Ты это деньги пока у себя оставь. Я не думаю, что это хорошая идея. Их надо вернуть. Кому? Браткам? А что, если это они Разумовского убили? Мы-то его нашли, значит, они могли найти. Свету подставили. Нет, отдать им деньги, значит, все. Лишится последнего рычага давления. Ну, как ты собрался на них давить? Я не знаю. Свету бы спросить, но… Да мы вообще ничего не знаем об этом Разумовском. Может, это кто-то из прежней жизни мстит. Бизнес был, прогорел. Сестра погибла. Да там вообще ничего не понятно. Послушайте, а что, если эти деньги в прокуратуру занести и дать кому надо? Кому? Вить, вот ты знаешь, и я не знаю. В каждый кабинет стучатся, вот вам сумка баксов, Свету отпустите. Слушай, верни их, а? А то тебя убьют. Ну и пусть убьют. Ты о детях-то подумай. Я только о них и думаю. Я вообще не понимаю, как мы без Света теперь жить будем. Так, я позвоню Элле, найдем хорошего адвоката и Светку вытащим. Будем бороться. Я помогу, чем смогу. Ты говори, что надо. Ну, хоть отвезу, привезу. Детей оставляй здесь. Спасибо вам, ребята, конечно, но детей своих я заберу. Нет, оставляй детей здесь. Я заберу детей, все. Ты лучше деньги спрячь, пока я подумаю. Так, ребятишки, на выход. Все. Пока. 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 Давай, Витюш, Степь. До свидания. Пока. До свидания. О, давай. Ничего непоправимого еще не случилось. Миша, спасибо, что приехал. Я очень испугалась. Ну, о чем речь? Всегда готов помочь. Я рядом. Слышь, ты че харкаешь ты на меня, а? Ну, ты хлебальник-то хотя бы закрой. Че ты просквозила меня? Ты че вся в коросте, что ли, а? Слышь, вертухань! Иди сюда! Здесь туберкулезная с чахоткой сидит! Забирай ее! А то мы тебе такой массовый исход устроим! В Минздраве не отмоешься! Молчать! Черт, сука! Давай, давай, двигай, двигай задом! И ты тоже двигай! Че сели-то? Товарищ начальник! Ну, товарищ начальник! Она что, серийная убийца, маньяк, людоед? Почему вы нас не пускаете? Вы про презумпцию невиновности слышали? Девушка, я за целый день знаете, сколько всего тут слышу? Про презумпцию, конституцию, проституцию! Голова уже кругом идет! Я еще раз вам повторяю, это отделение милиции! Здесь не предусмотрены никакие свидания! Вот когда вашу подругу переведут в СИЗО, идете к следователю и договариваетесь от встречи с ней! В какое СИЗО? Вы что говорите такое? Наша подруга ни в чем не виновата! Ну, так тогда не переживайте! Всего доброго! Понятно! Будем коррумпировать! Сколько у тебя с собой? Сейчас у меня! Пятьдесят долларов! Отлично! Молодой человек! Может, вы по-американски лучше понимаете? Взятка! Должностному лицу! Да ну что вы, ну какая взятка, так? Деткам на конфеты! У меня детей нет! Всего доброго! Мне повезло! Мне искренне жаль Светлана Васильевна! Она хороший человек, я надеюсь, что все обойдется! Да! Обойдется! Если настоящего убийцу найдут, обойдется! Слушай! Может быть, это ты? Нет! А кто тогда? Веркут? Витя! Меньше знаешь, дольше живешь! Давай деньги разбежались! Деньги! Денег нет! Как это? Так! Их при обыске изъяли! Нехилый базар поднимаешь! За него ответить придется! Я с ментами на короткой ноге, я все узнаю! Давай! Узнавай! Знает он! К вечеру ты закончишь! Тело обнаружено гражданкой Ждановой Марией Геннадьевной! Жданова это бомжиха со сволки? Она самая! Устроить вам почную ставку? Зачем я не отказываюсь? С Андреем разговаривала! По показаниям свидетеля, вы не разговаривали! Ругались! И что? Когда я уезжала, он был жив! Я Разумовского не убивала! Тогда муж пошубил! Витя тут ни при чем! Несколько человек видели, как вы уезжали! У вас на руках была крупная сумма денег! Доллары рассыпались и мужчина забрасывал их в машину лопатой! Что за деньги? Это деньги клиента! У меня был заказ! Нужно было привезти Джипа! Где деньги? Отдала заказчику! Кто он? Мужик какой-то! С Урала! Фамилия, имя, отчество в Рабийском! Карпов! Иван Федорович! Из Екатеринбурга! Адрес не знаю! Найдем! Значится так! Что мы имеем? Картинка у нас вырисовывается довольно на редкость ясная! Разумовский украл у вас деньги! Вы нашли подлеца и... Убили с... Хватит у нас имеется! Возможность имеется! Свидетели имеются! Материал можно передавать в суд! Да как же так? У меня двое детей! А думаете, на зоне только бездетные сидят? Да? СМЕХ 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 Давай, оживей! Девочки, давайте, давайте, быстрее, быстрее! Время, время! Никитина! Пришли к тебе! Ин, я сейчас! Вить, привет! Витюша! Как же по тебе соскучился, хороший мой! Каска у тебя какая! Ой, смотри, что у меня есть! Ему нельзя! Диатез! А-а-а! Лен, есть какое-нибудь место, где поговорить спокойно можно? Так в столовой! Пойдем? Вот такие вот дела, Лен! Бедные вы мои несчастные! За что он такое горит? Ну, тихо ты! Мальчишку не пугай! Знаешь, ему тоже сейчас нелегко! Нелегко! В общем, мы договорились с ним? Конечно! Хорошо! Черт! А ты пополам сложи! Так удобнее будет гладить, сынок! И так сойдет! Хорошо, купил? Куда поставил? В ванной, в шкафчик, где всякие не лежат! Вот молодец! Когда правильно поступаешь, молодец! Значит, смотри! Сейчас с бельем закончишь, дуй на кухню и нужно будет Витюше манную кашу сварить! Я не умею! Ничего! Будем учиться! Настоящий мужчина должен все уметь, понял? Настоящий мужчина должен уметь защищать свою родину и семью! А ты только кашу варить можешь! Это что, я по-твоему? Не мужчина, что ли? Ты тряпка! Степа, ты... Степа, ты чего? Сынок, ты куда? Степа! Степа! Степа, Степа! В конце концов, мы должны требовать добиваться! Жалобы писать, да кому угодно! В прокуратуру, да хоть к президенту! А отец что, знаешь что? Квартиру все перемыл, два раза белье перестирал! И что ты хочешь сказать? Это мужик? Офицер? Ань, давай пожинимся и свалим от них нафиг! Нет! Я замуж за алкоголика не выйду! Дай! 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 Степа! Степа! Правда, отстань от отца! Ему тоже нужно время, чтобы прийти в себя! Мужчины, они не железные! Им тоже нужно иногда и поплакаться, и погревать! Твой отец настоящий мужик! И он справится! Пойдите! Здравствуйте! А, Лютый! Я вас не вызывал! У меня важна информация по делу моей жены! Слушаю! Андрея Разумовского убил я! Да! Степа! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...